В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У вас в гостях сегодня автор и руководитель проекта. Команда КВН, их разыскивает милиция Владимир Нечаев. Владимир, 20 ноября у вас предстоит большой галоконцерт. Расскажите, пожалуйста, чем будете удивлять зрителей на этот раз? Доброго всем дня! Вы знаете, действительно у нас 20 ноября состоится открытый золотой большой осенний кубок КВН силовых структур и ведомств Рязанской области. Как я всегда люблю подчеркивать и говорить, это уникальное событие, которое не имеет аналогов других регионов России. В той части, что на одной сцене сходятся, мерятся юмор силами команды не только в погонах, но и команды, которые представляют различные ведомства и организации гражданские. Это действительно здорово, потому что у нас даже те, кто в погонах, это три ведомства. Это и военные, и ФСИН, и МВД. То есть событие, которое проходит уже который раз, восьмой, если быть точным, то есть это летом, зимой и осенью впервые. Если ранее был формат летнего и зимнего кубка, то сейчас мы пробуем именно осенний формат. И вы знаете, у нас есть такая фишка, я хочу ее и дальше пытаться лоббировать, что каждый раз этот кубок будет посвящен нашему знаменитому земляку. Вот если летом это был память Евпатии Калаврата, зимой память великого русского поэта Сергея Александровича Есенина. Ну а зимний, зимний это будет небольшой секрет, узнаете сами, что это будет. Мы хотим удивить земляков, рязанцев хорошей шоу-программой, хорошими номерами, качественными, отредактированными. Ну чтобы в эту промозлую осень зритель пришел, порадовался, согрелся и получил истинное удовольствие. Ну кроме кубка, это еще и большой галоконцерт, команда их разыскивает милиция. Рязанцам она хорошо знакома, вот расскажите немного про ее историю. Почему большой галоконцерт? Вы знаете, долго-долго-долго мы не могли как бы собраться с мыслями, с чувствами, преодолеть эту ложную скромность и в итоге сказать о том, что вот у нас есть юбилей и мы хотим сделать большой праздничный концерт. Команде КВН их разыскивает милиция действительно 10 лет, как она играет под этим названием. 23 марта 2007 года была первая игра. И мы хотим с этой радостью поделиться, какой-то определенный этап, определенные веховые развития. Все-таки, как я уже говорил, это 200 человек прошло через команду, сменилось 5 составов. Она по-прежнему живет, играет по своим собственным законам, развивается и дарит смех и радость зрителям. Поэтому мы, в общем-то, преодолев все вот эти какие-то нюансы, решили сделать этот галоконцерт. Мы не хотим, как бы знаете, эгоистично к этому подходить и оттягивать все время на себя. Безусловно, будут какие-то моменты чествования, воспоминания долгого и трудного пути. Все-таки есть что вспомнить. Очень много титулов я посчитал. Более 50 побед было одержано на самых разных уровнях и там, и там. И поэтому я думаю, что мы расскажем немножко об истории, скажем, сколько раз выигрывали и где. И я думаю, что это будет интересно, потому что хотим это сделать не тривиально, а вот с тем самым колоритом, чтобы понять, что мы – рязанская команда силовых структур, празднуя юбилей. Не забываем о том, ради кого, для кого мы это играем. Я думаю, что будет весело. Вы, прежде всего, люди, которые носят погоны. Насколько тяжело увязывать КВН, шутки, юмор и военную деятельность? Это вообще нисколько не тяжело и тяжело одновременно. Почему? Потому что любой человек, он не свободен от того общества, в котором он находится, от той профессии, которой он отдается. Потому что, да, мы служим в Министерстве внутренних дел. Но, соответственно, шутки у нас про практическую деятельность сотрудников. Был бы я врачом, были бы шутки про врачей, работал бы учителем в этой сфере и так далее. Тут в этом нет ничего страшного. Это как бы естественно. То есть мы шутим про то, что знаем, показываем какие-то каламбуры, связанные с своей профессиональной деятельностью, шутки, репризы. То есть это, на мой взгляд, естественный процесс. Я думаю, что это помогает нам относиться к службе, скажем так, с той степенью серьезности, которая должна быть, но не перебарщиваясь с ней. Вот встречный вопрос. Насколько руководящий состав относится серьезно к шуткам, цензура здесь есть? Вы знаете, ну, во-первых, хочу вот что сказать. Если бы руководство относилось плохо, этой команды не было бы в принципе, потому что вот эта степень лояльности, которая есть, это та поддержка, которая позволяет команде жить, существовать, побеждать и прочее. Что касается цензуры, я думаю, что уже мы сами для себя внутренние цензуры, мы сами способны отличить зерна от плевен. То есть не показываем то, что пошло, то, что граничит с каким-то, скажем, где-то с черным юмором, где-то с издевательством, с недопущением того, что порочит честь сотрудника. А вот ту сатиру, вот именно ту иронию или тот должен гротеск, который позволяет показать шутку, как она есть, как она должна быть, мы себе позволяем, естественно, не выходя за рамки. Если вернуться к Международному дню КВН, который мы отметили на прошлой неделе, вот как отмечала День КВН команды к разыскивать милиции? Честно говоря, мы никак не отмечали. Дело в том, что сейчас в будни идут подготовки к галоконцерту, к силовому кубку и, самое главное, к финалу Лиги КВН подъем, который состоится в Московском международном центре планеты КВН 29 ноября, где мы будем представлять Рязань, матушку, где мы будем представлять силовые структуры Рязанской области. Играем с сильными командами, которые представляют огромные регионы. Среди команд финалистов Рязань самый-самый такой крохотный участник. Но мы надеемся на поддержку. Мы надеемся на поддержку, потому что, как гласит парадоксальная мысль, посредственность пробьется сама, а таланту нужно помочь. Мы надеемся, что мы талантливые, нам нужно помочь для того, чтобы достойно выступить в финале подъема. Вот КВН сегодня любят все, и молодежь, и люди взрослого поколения. А как так шутить, чтобы заходила шутка в профессиональном языке для всех? Вы знаете, почему любят КВН? Потому что люди, как мне кажется, стали умнее. Потому что я опять же, может быть, сказал какую-то крамолу. Дело в том, что я вот как-то в одном из интервью говорил или писал об этом, что нет дураков с чувством юмора. Все-таки для того, чтобы понять шутку, ее нужно понять, о чем она говорится. Понять ту логику, которая из нее изначально заложена, ту конструкцию, которая у нее есть, тот изначальный каламбур. Поэтому я думаю, что люди, которые считают и относят себя к умным людям, к интеллигентным и разбирающимся в различных отраслях деятельности, они смотрят КВН, потому что понимают то, что говорит Сосент, вызывают в них ответную реакцию. И поэтому где, как ни с помощью КВН, посмотреть критично на многие вещи? Все-таки юмор в КВН, прежде всего, почему это игра любимая, почему... Кстати, наш президент сказал, что это наш отечественный национальный интеллектуальный продукт. Не больше, не меньше. Я думаю, что вот эта фраза нам вмещает все. Это действительно интеллектуальный продукт, юмористический, конечно, но это прежде всего действительно та игра, которая заставляет, позволяет как ни к нему другу думать. Думать, анализировать и, соответственно... А еще и смешно при этом, это вообще, понимаете, это кайф, поэтому она и успешна, и она будет востребована долгие-долгие лета. Я уверен в этом абсолютно. Получается, что написать шутку или миниатюру, это не так уж и просто. Это просто и сложно одновременно. Вот я могу вот идти где-то со своей дочкой, например, или где-то находиться в компании, и шутка может прозвучить просто так. То есть любой человек, в принципе, может пошутить. И как бы вот этот процесс такой, вы знаете, он где-то носит даже непроизвольный характер. Поэтому это не просто и просто одновременно. То есть любой человек может сподобиться на шутку, любой человек может вполне себе придумать какую-то репризу. Другой момент, что когда вот это стоит на профессиональной рельсе, и когда рельсы, когда нужно удивлять постоянно, восхищать, и с определенной системностью это показывать, обвлекая миниатюры в какие-то вот другие вещи. Конечно, здесь необходим труд профессионалов, которые, зная все ходы, рассчитывают ходы. Это здесь, конечно, без опросов. Но единственное, я хочу сказать, что эта деятельность очень энергозатратная, очень трудоемкая, сожгла немало количество нервов и прочее. Поэтому если кто-то думает, что... А, КВНчик, пошути. Я уверен, что это... Я хотел бы человека этого разочаровать, это не так просто. Я глубоко, искренне и люблю всех людей, которые связаны с КВН, потому что, по моему глубокому убеждению, в подавляющем большинстве они хорошие люди, умеющие шутить, прежде всего, над собой, над обстоятельствами, отдающие игре себя без остатка, и это круто. Оказывается, я недавно узнала шутки, юмор, тоже имеет специальные классификации, разновидности. Вот как это здесь принимать? Ну, скорее всего, да. Много очень стилей существует, различных стилей, и это здорово, что у команд КВН есть очень много стилей. Ну, в каком стиле, например? В классическом. Мы предпочитаем играть в классическом, то есть с помощью... Есть команды, которые уходят текстом, литературным юмором, то есть играют в основном пародии, и много-много-много. Но это же и здорово. Это позволяет, вот даже вот сейчас, вот мы смотрим высшие лиги команды, и одна не похожа на другую, все разные. Это такая палитра красок, что можно смотреть, восхищаться, и глаз не устает. Я считаю, что однообразие не только в КВН надоедает, да, заниматься деятельностью, оказывается, столько много стилевых разных команд, это здорово. Владимир, а вот команде, их разыскивает милиция, уже 10 лет. Есть ли игроки, которые пережили весь этот долгий процесс игры, 10-летний лет? Вытерпели руководители, да? Да, наверное. И вот молодежь, молодой сотрудник полиции приходит служить и видит, что есть команда такая интересная. Сложно ли попасть в ряды и играть в КВН? Вы знаете, спасибо за вопрос. Почему? Потому что я этого ждал. Действительно, я когда говорил, что очень много людей прошло через команду со многими дружим. Команде 10 лет с таким названием о творческой деятельности еще больше и больше. Да, есть люди, которые уже с момента основания и до нее есть. Их немного, всего два человека, помимо меня. И они есть, и они играют. Мне бы хотелось им... Я могу сказать, кто это они? Да, это офицеры, которые уже состоявшиеся офицеры, майоры Денис Коробкин и Александр Лобода. Огромное им привет, огромное спасибо. То есть они носят майорские погоны. Когда-то мы рядовыми вполне себе начинали этот сложный путь. И вот мы как бы на наших плечах, вот мы втроем, вот спустя энное количество лет все играем и все держимся вместе. Это непросто, но возвращаясь к вашему другому вопросу, молодой сотрудник, если он пожелал играть в КВН. Вы знаете, вообще дверь открыта. Нет никакого ни кастинга, ни просмотра. Нет. Заходи, сиди, смотри, мечтай, слушай, воспринимай, учись. Никакого кастинга нет. Приходит человек, хочешь, да, есть желание. В процессе он приобщается, да, да, ему это... Есть такое понятие, как ни в какой другой деятельности естественный отбор. Он видит, как это происходит. Он видит, что это бессонные ночи, постоянно штурм, постоянно на кураже, где-то срывается пульсирующий вулкан этих вот эмоций. Он смотрит на все это и говорит, ну, знаете, пойду-ка я лучше играть в шахматы или какую-то там другую интеллектуальную игру. В этом ничего страшного нет. То есть и мы сами для нас принципиально не устраивать их там смотри на собых. Но, естественно, как бы мы видим, что человек там, допустим, горит и не горит желанием играть. А поэтому, но при этом двери вообще все открыты. Пожалуйста, приходите, играйте, выступайте. И мы хотим этим вот подчеркнуть вот эту ту доступность, ту легкость, с которой мы к этому делу подходим. Еще момент. Вот мне постоянно задают этот вопрос. Вот почему вы не на Первом канале? Почему вы не в телевизоре? Почему вы не где-то там? Ну, тут как бы нет каких-то других... Ну, во-первых, мы очень критично относимся к себе. Это первое. То есть я не буду говорить, что вот, там где-то засудили. Но, с другой стороны, вы знаете, я говорил, говорю и буду говорить. Для нас это никогда не было какой-то самоцелью. Вот именно вот... Да, как для всякого КВН-щика, Первый телевизионный лиг, это круто, это для нас значимо. Но для нас сам процесс, вот концерт называется «10 лет в пути», да, вот у нас сам процесс творчества. Если хотите, это хобби такой, вы знаете, вот у меня... Но, тем не менее, команде 10 лет, вот как вам удается держаться на плаву так долго? Огромная любовь и уважение к тем друзьям, с которыми мы общались на момент создания команды. Интерес на уровне хобби к этому проекту. Вот. И просто вот именно любовь к этой игре. Вот, честно говоря, ничего такого более. Вот радость быть в этой атмосфере. Вот для нас что значимо. А что касается Первого канала, я думаю, что, ну, во-первых, каждому свое. А во-вторых, ну, еще не вечер. — Помимо Кубка КВН и Большого галоконцерта, еще вам предстоит финал в Москве. Расскажите подробнее, что будет там. — Грандиозный финал. Я, честно говоря, уже нахожусь в состоянии легкой-легкой паники и бессонных ночей. Я думаю о нем ежесекундно, потому что это действительно будет грандиозный финал. Учитывая, что сборная МВД России, члены их разыск-милиции, когда выступали в сборной МВД России, кстати, вышла в высшую лигу и будет играть у Александра Васильевича Маслякова, требование к юмору, к качеству юмора в финале будет предъявляться огромное. Поэтому Рязань будет представлена в финале, после того, как мы прошли горниловый сезон, отыграли 1-8, 1-4, летний кубок полуфинал, мы вошли в этот финал. Будет очень сложно. Будет очень сложно, потому что все города миллионники, кто играет в финале, та же Москва, тоже Нижний Новгород, Уфа, Ростов, то есть Омск, это будет и скромный Рязань. Поэтому, обращаясь ко всем, хочу сказать, если вы захотите помочь команде КВН, это милиция, любым видом помощи мы не откажемся, потому что мы представляем не только силовые структуры, не только нашего города, в данном случае ОМВД, Рязанский филиал Московского университета, который является кузнецей кадров, но мы представляем весь наш город. Поэтому ощущение напряжения. Мы ждем этот финал. Ждем финал Лиги силовых структур университета России подъема. Владимир, спасибо вам за беседу. Поздравляю вас с прошедшим праздником международного КВН. Телезрители напомнят, что в гостях у нас сегодня был руководитель и автор проекта команды КВН, их разыскивает милиция. Приходите на КВН, смотрите КВН. До новых встреч в эфире, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин